В дождь, снег, метель и любую погоду Наим Аматов выходит на улицы городского округа, чтобы очистить дорожки от снега. В этом районе он работает уже 4 года и многие жители знают его лично. Международный день солидарности. Неравнодушные химчане вышли в город, чтобы поблагодарить дворников за их работу. Ты у меня всегда выходишь на работу рано, молодец. И мы решили, вот активное долголетие от администрации, сказать большое тебе спасибо, так держать, ну и примят нас, пожалуйста, небольшое-небольшое подкрепление. В качестве благодарности за работу участники клуба приготовили для Наима свежий кофе и пироги. Дворник смог сделать перерыв и немного отдохнуть. У нас такая снежная зима и все-таки тротуары у нас здесь чистые. Мы ходим постоянно в клуб активные долголетие. Там выходят пенсионеры. И всегда дорога очищена, прочищена и пройти можно спокойно. Все бы дворники так убирались. А тем временем в кофейне неподалеку Бористо варит кофе для рабочих на Московской улице. Вооружившись термосом и стаканчиками, химкинские волонтеры идут раздавать горячий напиток. Мы хотим отблагодарить тебя за хорошую работу, за то, что вы лучше рано встаете, отбираете наши дворы, чтобы вы могли спокойно дойти за работу. От кофейни, которые здесь, мы хотим угостить вас кофе. Вы пьете с молоком, без. Международный день солидарности празднует 20 декабря. Этот праздник призван сплотить разные группы населения и ликвидировать неравенство. День солидарности, он очень важен, потому что мы должны сказать всем спасибо, кто нам помогает. Без этих людей у нас бы не было чистых улиц. В декабре на Московскую область обрушился мощнейший снегопад. Дворники работали в усиленном режиме. А чашка горячего кофе помогает поднять боевой дух и настроиться на плодотворную работу.